Сегодня у нас очередное заседание. Вы знаете, что у нас правительственный час с отчетом министра сельского хозяйства. Но с нашей точки зрения главная депутатская работа ежегодная начинается с понедельника, когда будет рассматриваться отчет об исполнении бюджета федерального и бюджетов социальных фондов. И в этой связи хотелось бы отметить несколько фактов, которые с нашей точки зрения не находят должного отражения реакции правительства. Первое. Еще в начале года на Довольском форуме господин Орешкин заявил о том, что ведутся какие-то закрытые переговоры о приватизации пакетов акций госкомпаний. В связи с этим хотелось бы вам напомнить то, что уже сегодня по итогам отчета за 2018 год 97 компаниями Российской Федерации заплачены дивиденды 3,2 триллиона рублей. Причем, как это ни парадоксально, но три ведущие наши ПАО, это Сбербанк, Газпром и Роснефть заплатили больше триллиона. Но еще более парадоксально то, что в условиях бесконечной рекламы о том, что это наше достояние, реально половина денег заплачены нашим оппонентам, которые наложили на нас огромные санкции. А кто это? Если посмотрите структуру капитала, то фактически почти половина во всех трех этих компаниях принадлежит американцам, англичанам, а в Совете директоров не только в Роснефть. Семь из одиннадцати – это как раз двое представителей нефтедобывающих стран, арабских стран, а все остальные англичане и американцы. В Сбербанке, как это ни парадоксально, который владеет половиной вкладов граждан Российской Федерации, вообще-то американским акционерам, а Греф является членом совета директоров известного финансового магната Джиппи Морган, а председателем наблюдательного совета, посмотрите, Сбербанк, и кто является? Американец. Поэтому нас это крайне удивляет, и мы считаем, что вообще-то в бюджете необходимо, ну первое, и мы сегодня протокольным поручением потребуем, чтобы нам представили планы приватизации на 2020-2022 год, и с какой стати мы должны продавать свои активы, если собственные ресурсы используются крайне неэффективно. По данным председателя комитета торгово-промышленной палаты по финансовым рынкам и банкам Гамзы, 120 триллионов у нас сегодня денег есть, которые в принципе, ну, в той или иной степени заморожены, или выведены в иностранные юрисдикции, это, скажем, ФНБ, около 8 триллионов, да, это золотовалютные резервы, 530 миллиардов долларов, это вот эти самые активы, которые находятся в офшорах. У нас ведь происходила следующая ситуация, если вы внимательно посмотрите историю приватизации, которую не хотят пересматривать, то у нас для начала рассказывали, что мы поделим собственность между коллективом, муниципалитетом, регионом и федерацией, да, но потом каким-то странным образом, ну, Бендукит, запомните, откуда-то взял кучу ваучеров, да, и выкупил крупнейшие активы, такие, как Уралмашзавод, фактически за бумажки, да, и так произошло по всей стране. Потом эффективных жуликов на месте сменили московские, да, потом московских заменили офшорные собственники, а потом офшорных заменяют англичане, американцы, немцы и другие. В результате мы сегодня потеряли фактически контроль над большей частью важнейших отраслей, не только в алюминии, которые строила вся страна. Поэтому мы будем настаивать на пересмотре результатов приватизации, вообще-то на отчете, каким образом, вы знаете, что уже длительное время, думаю, не рассматривается наше постановление о проверке законности перехода активов, сначала офшорная юрисдикция, потом под контроль Минфина Америки, 70% алюминиевой промышленности, медной промышленности, норникель. Вы посмотрите, все ведущие отрасли фактически сегодня контролируются в той или иной мере иностранцами. И в результате мы, а, потеряли рабочие места, потому что они фактически сегодня оказывают ведущее воздействие на ключевые отрасли, космос, авиастроение, судостроение, которое без алюминия и других светлых металлов сделать невозможно. И из-за этого мы потеряли 15 авиационных заводов. Сегодня вы знаете, что у нас очень чистые аварии в космосе. Именно почему? Потому что школу разрушить просто, а создать конструкторские школы и производство сложно. Это крайне сложно и без государства фактически невозможно. Поэтому, как бы, вот эти все вопросы мы считаем необходимы в преддверии бюджета поставить и потребовать от правительства вообще-то представить необходимую информацию. Потому что в нашем здании много разговоров о парламентском контроле, но все меньше доступа депутатов как раз сверхважной информации, с которой как раз и формируются наши бюджетные возможности. Продолжу то, о чем говорил Николай Васильевич. Существует прямая связь между экономической и социальной политикой государства. Более того, если мы хотим обеспечить тот самый экономический прорыв, про который говорит президент, нам надо менять не только экономическую, но и социальную политику. Вот вам пример. Сегодня выступает министр сельского хозяйства Российской Федерации. Очевидно, вы знаете, что экономика страны с 2013 года находится в стагнации, но сельское хозяйство растет на фоне общей стагнации, хотя и медленно, но все-таки растет. Почему? Начались санкции и контрсанкции. Государственная дума вбросила дополнительные деньги, и правительство бросило дополнительные деньги на поддержку отечественных сельхозтоваропроизводителей. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Уже в 2014 году порядка 70 миллиардов рублей. И в итоге деревня развивалась по формуле, да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что. Но для информации. В проклятую эпоху застоя расходы государства на поддержку села составляли порядка 19% от расходов бюджетной системы. Сейчас от федерального бюджета они составляют порядка 1,5%. То есть то каждый пятый рубль примерно тратился на поддержку села и сельского хозяйства. Сейчас примерно каждый 60%. Поэтому, хотя мы приближаемся к параметрам обеспечения продовольственной безопасности, но, скажем, по молоку и по многим другим позициям нам до этого еще достаточно далеко. Но что самое интересное, что нам говорят сельхозтоваропроизводители. Вот в моем родном Омске, моей родной Омской области, крупное совещание, это достаточно развитый сельскохозяйственный регион. Сельскохозяйство разрушено, но меньше, чем во многих других регионах Российской Федерации. Что говорят аграрники? Они говорят одно и то же. Если бы у нас была возможность сбыта, если бы люди могли покупать нашу продукцию, мы могли бы выпустить намного больше. Прямая связь между экономической и социальной политикой. Вот Николай Васильевич говорил, что триллион рублей дивиденды богатым. Но богатые люди, как правило, отечественную сельхозпродукцию особо не покупают. Они вкладывают свои деньги в лучшем случае в доллары, в худшем случае просто вывозят за рубеж. А вот если мы начинаем помогать людям с низкими доходами, это прямо сказывается на росте нашего сельского хозяйства и производства товаров народного потребления. Но правительство делает все возможное, чтобы этого не происходило. Шестой год подряд жизненный уровень граждан падает. Президент недавно проводил совещание с мягким названием «Почему не растет жизненный уровень населения?» Он не просто не растет, даже по официальным данным Росстата. А что такое Росстат, вы знаете. Как говорил Андрей Вакаров, после того, как он подчинил Росстат Министерству экономики, нам по плечу любые показатели. Так вот даже Росстат говорит, что жизненный уровень не просто не растет, он падает. Пока он будет падать, экономического прорыва, экономического роста не будет. И мы настаиваем на том, чтобы в стране происходил левый поворот в экономической и социальной политике. Чтобы национальное благосостояние перераспределялось в пользу людей с низкими доходами. Кстати, сегодня в повестке дня Государственной Думы три законопроекта, подготовленных нами и посвященных в частности социальной поддержке инвалидов. Но на инвалидов у государства денег всегда не хватает. Мы получили отрицательное заключение правительства на все три законопроекта. А вот что касается банкиров, топ-менеджеров так называемых, сейчас мы по-русски уже разучились говорить. Короче говоря, что касается так называемых олигархов, то деньги всегда есть. И чем далее, тем более. При таком уровне социального неравенства, экономический рост, экономический прорыв, технологический прорыв, новая индустриализация практически невозможны. Поэтому, повторяю, мы будем добиваться более активной социальной политики в интересах людей с невысокими доходами, в том числе и ради того, чтобы наша экономика росла. Уважаемые коллеги, приближаясь к правительственному часу, я хотел бы обратить ваше внимание на три вопроса. Первое, которое мы зададим обязательно. У нас примерно такая же площадь, которая была в Советском Союзе поднята на селинных землях, сегодня заброшена в Россию. Это порядка 38 миллионов пахотных земель. Поэтому мы считаем, что необходима новая программа освоения вот этих земель и возврат их оборотов. А проблема-то в чем? Одно рабочее место в селе дает от 7 до 14 мест в других отраслях в городе. Переоборот. Да. Второе, мы считаем, что необходимо обратить внимание и перейти от разговора в делу по социальной сфере села. Потому что программы премьером вроде как утверждены, но в проектировках бюджета, которые стали нам доступны, к сожалению, ресурсов на них нет. А мы убеждены, потому что пока мы не будем тратить на село не менее 10% от расходной части бюджета, серьезных сдвигов и по занятости, и по повышению производительности, и возвращение животноводства в село и других перерабатывающих отраслей вряд ли произойдет без вливаний государства. Ну и третье, от разговоров о ФАПах необходимо вернуться к старой советской забытой системе. Раньше любой председатель хвастался перед другим тем, что он сделал мини-больничку на 10-15 коек, в том, что он Машу и Петю из деревни отправил учиться в университет по направлению, которые обязательно вернутся и будут потом неземскими докторами обслуживать своих земляков с полной ответственностью. Но регион тогда брал на себя ответственность обеспечить и жильем бесплатным, и продуктами питания, и достойной заработной платой. Поэтому вот эти вопросы мы обязательно поинтересуемся. Вам спасибо и объективного освещения происходящего.